Всем привет! Это подкаст «Что нового?». Эта неделя была богата новостями из Беларуси. О них сегодня мы и поговорим. Я напомню нашим слушателям про то, что под Минском в салонтории «Белорусочка» задержали 33 человека. Новая подтвердила личности 15 россиян, что это люди, которые работают у чувака Вагнера. На них завели уголовное дело. Какие вообще еще есть версии того, что они там делали? На самом деле версия транзита, сама вся версия, что господа вагнеровцы следовали через Белоруссию куда-то по своим темным делам, она реальная версия. Так вполне может быть. Рассказывает один из главных экспертов по теме Вагнера, спецкор новой газеты Денис Коротков. Если какой-то небольшой третингент, 30 человек нужно переправить, даже если 50-60, самолет гонить невыгодно, могли в условиях коронавируса через Белоруссию. Перейти границу в Белоруссию, ну уж если решали вопрос с Сирией или с Украиной, то уж с нашими пограничниками на белорусской границе как-нибудь уж решили. Ну а дальше опять-таки вполне реальный маршрут на Стамбул, крупный авиационный хаб, тем более если в задачах Ближний Восток или Африка, оттуда все пути открыты. Почему батька их взял в плен? Ну кто же знает. Вот это то, что не дает покоя всем комментаторам, аналитикам. Ну мне не то, что не дает покоя, но мне это тоже непонятно. Может быть он знал о том, что они там через страны седут. Может быть плюнули вообще. Ну что, Белоруссия, зачем кого-то ставить в известность? Тем более не дивизию перемещали. 30 человек. Ну тут тургруппы обычная может быть 30 человек. Что, а каждой тургруппе президента ставят в известность? Ну поехали, поехали. Железа никакого там страшного нет с собой, ничего нету. Все в пределах. Понятно, что выгоды его сейчас все моментально не очевидны. Уже вчера они были очевидны, когда было заседание их Центра избиркома белорусского, когда были пресс-конференции, все эти заявления о том, что мы будем еще более, значит, вдумчиво обеспечивать порядок на массовых акциях. Мы, может, вам вообще интернет перекроем. То есть, с одной стороны и давление и административное, и репрессивное усилие, с другой стороны, вроде как, может исплотить нацию перед русской угрозой. Но минусы-то они еще более очевидны, потому что без благосклонного отношения российского руководства к Беларуси будет очень сложно жить. Совершенно не пытаюсь и не собираюсь как-то принизить достоинства великого белорусского народа, причем без урон, о них сейчас говорю, но нефть и газ, может быть, и не по демпингам, но все-таки по достаточно пристойным ценам наши, сбыт товаров, в свою очередь, белорусских тоже мы. И вот из-за этого все и находятся в ступоре, и не могут понять, что это было. И я не могу предполагать, что это какая-то уж совсем страшная операция, что сие результат какого-то очень тонкого соглашения между нашими великими вождями, ну, тоже в голове не укладывается, потому что если представить, что Россия могла пойти на такие репетиционные потери в связи с этим, это какой выигрыш тогда должен быть? Тогда завтра уже, значит, Александр Григорьевич должен радостно говорить о том, что быть главой белорусского федерального округа было мечтой всей его жизни. Может быть, кто-то с кем-то договорился, что-то пошло не так, черт его знает. Мог хозяин группы Вагнера послать туда народишко или перенаправить, да на всякий случай, да. А вот там что-то в Белоруссии будет явно на выборах, а вдруг будет совсем плохо или хорошо. Главное, что вдруг будет шумно, да. А у меня там люди есть. Вдруг они понадобятся, в свою очередь, кому-нибудь. Могло такое быть. Тоже могло. Да, может даже, действительно, летели в Стамбул, сказали, нет, ребята, там что-то не так, посидите здесь пока, тут что-то непонятное творится, да. Могло быть. Вероятность не готова оценить, но она есть. Ага, а вот то, что задержали 33 человека, а ищут еще каких-то 170 там или что-то в этом роде, что их вообще 200, что это вообще, откуда взяли эту цифру, найдут ли остальных, ищут ли их? Просто хочу сразу же уточнить, да, что в том, что вот эти ребята из Вагнера, да, в этом мы уверены, мы это доказываем. А вот все остальное, это уже в область предположений и анализа. Но я что могу предположить? Если бы нужно было перебросить 200 человек, то тогда, собственно говоря, вот они, эти самые самолеты военно-транспортной авиации. Чисто коммерческая история. При наличии административного ресурса разрешения на полет, я думаю, было бы получено. И чартер увез бы эти 200 человек, хошь в Африку, хошь в Сирию, хошь через океан. Поэтому тогда теряется смысл. Возможно ли в случае, значит, версии вот этой вот, а на всякий случай давай пошлем туда людей, посмотрим, что получится? Имеет право на существование, да, там, послать несколько групп, там, по 30, по 40, по 50 человек, рассредоточить их где-то по ключевым точкам. Вот тогда непонятная реакция господина Лукашенко, потому что имеющиеся у его распоряжения силы позволяют и 200, и 1000 человек, я думаю, что поместить без особых проблем. И найти их не очень сложно. Собственно говоря, дать команду участкам. Ребята, а где у вас в гостинице взвод проживает, да? Все-таки Белоруссия, это же, я не знаю, не джунгли, короче говоря. Поэтому, может быть, и таким пиар-ходом, да, там, вот, мы 30 поймали, а на самом деле их больше. Сколько взять? Там, ну, тысячу много, 100 мало, да, 200. Практически сразу после того, как случился этот разговор, стало ясно, что 33 наемника заключили под стражу и судят по статье «Приготовление к массовым беспорядкам». Денис, почему была выбрана все-таки именно эта статья, и что их теперь ждет? Статья, которая им предъявлена, она ожидаема, да? Потому что, если вы уже сказали, что их привязывают к тому же делу, по которому проходят кандидаты в президенты, арестованные ранее в Белоруссии, то это та самая статья о массовых беспорядках. Что по ней можно ожидать? Вот, участие в массовых беспорядках по Белорусскому кодексу от 3 до 8, организация от 5 до 15. Ну, так как мы и делаем в виду о приготовлении, то, соответственно, полных сроков быть не может, но это и не важно. Уже интересно, что Лукашенко, говоря об этих людях, сказал, что им нужно относиться, как он сказал, внимательно или хорошо, да? Потому что они, может быть, конечно, виноваты, но не так уж виноваты, а виноваты те, кто их туда послал, а это простые солдаты-исполнители. И вот даже Галина Халиб говорит, что, по ее сведениям, они помещены не в изолятор, а, скорее всего, в казармы белорусских внутренних войск или где-то в другое место на военную базу, что, конечно, не совсем похоже на настоящее предварительное заключение. Но вот что с ними будет дальше, я предсказать не берусь, тем более, что все еще больше, более запутывается с их целями, да? Я все-таки предполагал, что наиболее вероятной версией того, как они там оказались, это транзит в некую третью страну. И вот, где следственный комитет говорит, мы их ребятам, мы их опросили, да? Вот 11 говорит, что летели в Венесуэлу, 15 что в Сирию, один на Кубу, двое в Сирию, кто-то там не знал, куда летел, остальные молчали. И вот не могли, значит, они врут, потому что все летели в разную сторону. Да если бы так, то как раз очень похоже, можно было бы и предположить, что они летели в Венесуэлу, потому что, ну, понятно, что кто-то назвал из Стамбул как промежуточную точку на этом остановился, кто-то там что-то соврал, кто-то сказал правду. Да, это могло бы объяснить и небольшое количество партий, и выбор маршрута через Беларусь, потому что, действительно, в Венесуэле вагнеровцев очень-очень немного. И вроде бы тогда все складывается, но белорусы тут же представляют данные о том, что они не могли опоздать на самолет, потому что группа эта прибыла в Минскую гостиницу за 8 часов до рейса. Как глумится, значит, телеведущий белорусский, за это время можно пешком дойти. И потом еще показывают нам данные, что бронирование в этом санатории осуществлялось не тогда, когда они там опоздали на самолет, а еще до того, как они выехали из России, вообще в Беларуси, 24 числа. Поэтому тут вроде бы опять выходит на первый план версия, что эти ребята ехали непосредственно в Беларусь, вот с ведомой российского руководства, или с ведомой только своего командования, и с конкретными какими-то планами, или все-таки на всякий случай, а вдруг что случится, а мы тут? Нет. Поэтому все-таки давать какие-то заключения становится еще страшнее, становится еще страшнее ошибиться, и что и как случилось окончательно запутывается, но может быть, может быть, мы об этом узнаем позже. А может, никогда. Вагнеровцы далеко не единственные, кого по странным причинам задержали в Беларуси. Об остальных задержанных поговорили с главным редактором отдела политики «Новой газеты» Кириллом Мартыновым. Вечером 29 июля в Минске задержали политтехнолога и колумниста Новой Виталия Шклярова. Кирилл, почему? За что? Что он там вообще делал? Что это значит? Ну, давайте начнем с того, что он там делал. Он постоянно живет с семьей в Вашингтоне, в США, ну и, соответственно, не мог из-за коронавируса никуда не выезжать, ни в Россию, ни в Беларусь. При этом он гражданин Беларуси, у него белорусский паспорт, он родился в Гомеле. И, в общем, хотя он такой вот международный персонаж, успевший и в Европе, и в США, и в России поработать, он, на самом деле, большой патриот своей страны. Я думаю, что он ехал к каким-то личным делам, к друзьям и к родственникам, к родителям. И, может быть, у меня нету такой достоверной информации, может быть, он кого-то там консультировал среди людей, которые работают на оппозиционной кампании. Но Шкляров точно мне известно, что он не играл какой-то серьезной роли в этой кампании против Лукашенко, нынешней объединенной белорусской оппозиции. Поэтому история о том, как из него сделали какого-то врага режима, она абсолютно невероятна. Можно просто посмотреть, что он писал про Беларусь в последнее время, в том числе для «Новой газеты», чтобы увидеть, что он, конечно, критик режима, но, на самом деле, такой же, как любой из нас в России, например. Не нравится нам, как здесь власть устроена, и мы говорим, что надо ее устраивать по-другому. Но арестовывать за это, тем более человека с какой-то международной известностью, это, конечно, для белорусских властей в последнее время какой-то новый сценарий. И, судя по всему, нет пока официальных каких-то данных. Это вообще поразительно, что гражданин Беларуси может вообще просто приехать в Минск и там исчезнуть, и просто оно будет известно, что он арестован. Но вообще ничего больше не будет известно ни о том, как он содержится, ни в чем его точно обвиняют. Но, судя по всему, в недрах Минского КГБ там сейчас пытаются сделать какую-то конструкцию, где одновременно Пригожинский, Шкляров, какие-то местные оппозиционеры, черт знает кто еще, устраивали какой-то анти-Лукашенко в пизагуар. Это в целом вот это объединение ЧВК Вагдера и Виталия Шклярова, которое пока официально не заявлено, но вроде как все к этому идет. Это, конечно, одна из самых поразительных параноидальных идей, которые можно придумать. Это все равно, что, не знаю, там редакция «Новой газеты» в содружестве с боевиками Пригожина пошла свергать Лукашенко. Примерно так же правдоподобно. К сожалению, ситуация очень тревожная, потому что, ну, конечно, ни один Шкляров там находится в такой ситуации, но просто вот он наш автор, наш друг, и поэтому мы про него думаем чуть больше, чем про людей, с которыми мы лично не знакомы. К сожалению, солидарность как-то так работает. И вот в контексте Минска совсем непонятно, что в этой связи делать. Мы связались с какой-то правозащитой, которая работает по Белоруссии, из-за границы, из Прибалтики, в основном из Литвы. Ну, и они как-то обещали хотя бы справки навести, но нам по-прежнему, вот уже сейчас третьи сутки идут, когда мы это записываем, ничего неизвестно про автора и про обвинения, которые ему предъявлены. Давайте тогда поговорим немножечко про это вот а-ля российское вмешательство. С чего вдруг вообще такой дружеской стране присылать каких-то своих наемников в Беларусь? Вообще, зачем это может быть надо? И реально ли это история? Или это все действительно надуманный какой-то бред лукашенковский? Ну, у нас есть две версии происходящего. Первая версия – это то, что ЧВК «Вагнер», люди, которые были нашим журналистом, автором Денисом Коротковым, распознаны, они ехали по каким-то своим таким бандитским делам в третью страну, вот называется Судан в частности. И из-за того, что сейчас международные перелеты ограничены, они использовали Минск как такой транспортный хаб. И в этой ситуации кто-то в окружении Лукашенко, может быть, он сам, они решили сыграть, может быть, санкции каких-то российских спецслужб, может быть, нет, в какую-то очень запутанную игру, когда, ну, очевидно, что позиция Лукашенко сейчас очень слабая, потому что он зажат между, собственно, демократической оппозицией с одной стороны и такими недружественными соседями из Москвы, которые его тоже давят одновременно, вот. И мне кажется, наиболее вероятная история о том, что все-таки он решил эту ситуацию с российскими наемниками на территории Беларуси использовать в отчаянной попытке спасти свою власть. Эта версия наиболее правдоподобная, единственное, неясно все-таки, насколько это согласовано с Москвой, согласовано ли. Потому что многие заметили, что, например, такие давние преданные защитники российских граждан за рубежом, как, например, официальный спикер российского МИДа Мария Захарова, они абсолютно набрали воды в рот и молчат, и, в общем, никаких претензий не высказывают. А вторая версия, что она такая еще более конспирологическая, это в том, что действительно поездка в Судан это была какая-то операция прикрытия, а цели Вагнера были связаны с какими-то задачами на территории Беларуси. Но мне кажется, что это менее правдоподобно, потому что обычно такими специальными операциями под прикрытием занимаются нехорошо известные боевики, которые засветились в горячих точках на других континентах или там в ДНР, а люди, которые работают, ну, такие условно, Петров и Баширов, которые работают всегда в штатском, при которых вычислить гораздо сложнее. У меня такой вопрос. Почему Лукашенко каждый раз сходят с рук такие выпады, да? Это вот к слову о том, что российский ответ довольно невразумительный, что все действительно как будто воды в рот набрали. Ну, Лукашенко же как бы классический тезис звучит. Наш подонок, как бы, да, наш негодяй. И так же, как многие вещи сходили дружественным, допустим, американской демократии, диктатором в разных частях света, и там, например, в Латинской Америке, так же наш ближайший партнер и наша такая главная международная надежда – это Лукашенко. И поэтому в каком-то смысле слова, мне кажется, что российские власти понимают, что они в одной лодке с Лукашенко. Если режим Лукашенко не то чтобы зашатается, он уже зашатался, а окончательно будет разрушен, то, конечно, будет резонный вопрос, а кто следующий. И поэтому, кстати, возвращаясь к Шклярову, вот последний его текст на эту тему, который у нас был опубликован, он буквально так иронически объяснял Виталий, что Москва совершенно не заинтересована в Майдане, просто по идеологическим причинам. Не может нынешний Кремль организовывать какие-то вмешательства, построенные вокруг народных волнений в Минске, просто потому что Москва следующая. В четверг вечером состоялся митинг в поддержку Светланы Тихановской, на который пришли не менее 63 тысяч человек. До этого кандидатов в президенты Белоруссии срочно вызвали в ЦИК и предупреждали о провокациях на митингах. О ситуации в Белоруссии чуть больше, чем за неделю до выборов, поговорили с собственным корреспондентом «Новой газеты» Ириной Халиб. Ирина, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, что прямо сейчас происходит в стране? Снаружи выглядит так, как будто бы, так сказать, батька немного чувствует себя загнанным в угол. И вообще, какие настроения сейчас у людей? И что происходит? Знаете, Александр Лукашенко действительно, вы совершенно правы, ведёт себя как человек, загнанный в угол. И даже, может быть, не настолько в углу, а вот представьте, что человек стоит на открытом месте и не может понять, где враги, откуда на него нападают. Поэтому он лихорадочно отстреливается, отстреливается совершенно бессмысленно, беспорядочно палит во все стороны и не понимает, что главный враг – это, собственно говоря, он сам, а никто на него не нападает со стороны. Понимаете, он не вовремя устроил всю эту историю с коронавирусом, который сыграл в результате против него. Понимаете, утверждать, что ничего не происходит, предлагать белорусам лечиться водкой, трактором, в баню ходить, загонять людей на парады. Понимаете, в Беларуси сложилась ситуация, как на войне, когда в каждой семье кто-то обязательно ушёл на фронт. Вот сейчас у каждого белоруса друг, сват, кум, сосед, родственник, коллега обязательно либо переболел коронавирусом, либо болеет, либо кто-то умер из знакомых. Вот, лично у меня четыре знакомых скончались. Не самые близкие, но у кого-то это самые близкие. То есть люди поняли, что этому человеку плевать на их жизни. Плевать на их кошельки, ладно, справимся сами. То есть многие годы справлялись. Но плевать на жизни. И это пренебрежение, дикое пренебрежение. Ведь первого умершего, чья смерть официально была зарегистрирована как смерть от ковида, народного артиста Виктора Дашкевича, он назвал бедолагой, которому не повезло. Понимаете? И вот этих бедолаг люди ему не простили. То есть я могу сказать, я не знаю, он, безусловно, пользовался поддержкой в каких-то неизвестных мне кругах. Я не знаю людей, которые бы его поддерживали. Но я могу сказать, что буквально за несколько месяцев произошло полное падение рейтинга до уровня статистической погрешности. В какой город не приедешь, везде его называют Сашей 3%. То есть это вирусно разошлось, и только так сейчас его и называют. И вот, кстати, в данный момент Светлана Тихановская, сегодня у нее предвыборные встречи, митинги в Молодечно, Сморгоне и Лиде. Это небольшие города, в которых она собирает стадионы. Извините, ласковый май, можно сказать, обзавидовался и нервно курит в стороне. А что вы, кстати, можете сказать по поводу Тихановской? По-вашему, есть ли вероятность, что ее до конца, так сказать, допустят уже до выборов-то самих? Сейчас все меняется каждый день, и поэтому очень трудно прогнозировать, что будет. Понимаете, в Беларуси вообще это очень сложно прогнозировать. Я помню, что 10 лет назад, ну 9 вернее, когда я вышла из-под стражи и получила доступ к компьютеру, я стала просматривать прогнозы всевозможных политологов и аналитиков на президентские выборы 2010. Вот смог ли кто-то спрогнозировать то, что произошло? И поняла, что никто, ни один человек, даже самый башковитый. Поэтому тут нужно быть крайне осторожным в прогнозах. Эти еще позавчера утром. Кто мог предположить, например, что появится информация о двух сотнях заброшенных в Беларусь инсургентов, бойцов ЧВК Вагнера? Кто мог предположить, что будут аресты 33-х человек в санатории «Белорусочка»? И что в этот же самый момент начнется ужесточение обвинения Тихановскому и Николаю Статкевичу. Поэтому мы не знаем, что произойдет завтра. И, кстати говоря, обратите внимание, якобы по официальной версии в Беларусь заброшены две сотни человек, арестованы 33, значит, почти 170 еще где-то бродят партизанскими тропами. Хотя, в принципе, понимаете, я полагаю, точно так же, как никто из нас не в состоянии спрогнозировать и предугадать, что будет завтра. Точно так же ведь и власть, мне кажется, меняет свои собственные планы по 28 раз на дню в зависимости от изменившихся вводных. А может ли в конце концов получиться так, что будет применена какая-то грубая сила и всех разгонят в итоге? Конечно. Понимаете, вот тут далеко ходить не надо и мыслить не надо. как-то так по-особенному политологически власть всегда применяла силу. Извините, она в последний раз когда применяла силу? 14 и 15 июля, как раз вот после регистрации кандидатов в президенты. Чудесным образом разгоняли людей, которые просто, заметьте, они, люди выходили не с плакатами, не с каким-то там инвентарем вроде флагов. Люди просто выходили погулять. Просто выходили погулять, а их при этом паковали. Но знаете, белорусы все-таки немножко изменили структуру своих протестов. То есть сейчас уже они не идут в какой-то каменный мешок, в ловушку, не собираются вместе. Они рассредоточиваются по улицам, они как в ручеек играют. Хлоп, собрались в какую-то такую вот линеечку, змеечку, а потом раз и рассыпались, и уже на другой улице. Сейчас их ловить там труднее стало. Я понимаю, что очень сложно спрогнозировать как бы это все такое шаткое, но вот все же по вашему опыту и по вашему мнению, как вам кажется, эти выборы сфальсифицируют так же, как и предыдущие, или в этот раз уже что-то как-то не пройдет та же дорожка? Выборы, безусловно, сфальсифицируют. Для этого власть сделала все. Воспользовалась коронавирусом, которого в Беларуси якобы нету, уменьшила количество наблюдателей на участках в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, разумеется, не просто так. Не прибудут наблюдатели от УБСЕ, от Парламентской Ассамблеи Совета Европы, то есть международных наблюдателей не будет. Они вообще, конечно, никогда ничего в принципе не могли сделать, они не могли противостоять фальсификации, но они, по крайней мере, давали свои отчеты, в которых не признавали эти выборы. Не одни, собственно говоря. Помимо всего прочего, естественно, мобилизованы студенты, госслужащие на досрочное голосование, которое является главным, собственно, источником фальсификации. Поэтому цифры будут, безусловно, цифры будут, как всегда. Эти цифры будут, я думаю, те же, которые сейчас дают официальные социологические опросы. Знаете, в Беларуси же нет независимой социологии, она точно так же уничтожена, как, собственно говоря, свободу слов. Так вот, государственные социологи дают Лукашенко поддержку приблизительно в 72%. Я думаю, примерно столько они и хотят ему дать на выборах. Поэтому вопрос теперь состоит только в том, как белорусы будут защищать собственные голоса. Что они будут делать? Можно ли сказать, что эта реакция может стать каким-то историческим моментом для Беларуси? Я уверена, что в любом случае эта избирательная кампания войдет в историю и войдет в учебники. Я почему-то думаю, что еще всевозможные политтехнологи всего мира будут учиться по этой истории. Как может произойти, когда случайно в одно время, в одном месте сходятся некие прямые, которые, по идее, не должны пересекаться? Да, безусловно, вы совершенно правы. Это будет, возможно, самым важным испытанием за все прошедшие годы. Я очень надеюсь, что белорусы его выдержат достойно. И последний вопрос, который я задала всем своим гостям, с которыми сегодня поговорила. В чем принципиальное отличие белорусских выборов 2020 от всех предыдущих? Мне кажется, Александр Григорьевич очень нервничает. Раньше он, я не знаю, чувствовал ли он себя уверенно, но он старался таковым выглядеть. Все-таки сейчас вот сколько там, по разным оценкам, тысяч демонстрация. Кто формальный лидер? Даже не блогер, жена-блогер. Не знаю, не похож господин Лукашенко на истерика, конечно, может быть, этим вызвано каким-то предчувствием гражданской войны, чего я не желаю ни в коем случае. Белоруссия, совершенно замечательной Белоруссии, да. Мне кажется, что очевидно, там, как и, например, в Хабаровском крае, сейчас там есть очень серьезный кризис представительства. Вообще, это означает, что люди страшно разочарованы в том политике, которая находится у власти несколько десятилетий. Многие жители Белоруссии хотят, чтобы этого политика попробовать заменить на кого-то еще и посмотреть, что получится. То есть, люди, кризис представительства, это ситуация, когда люди очень четко осознали, что их в области никто не представляет и никто не защищает их интересы. Вот так фундаментально нарушены. И параллельно с этим Лукашенко не имеет возможности, судя по всему, или, по крайней мере, пока не рискует вообще перенести выборы или отменить их на неопределенный срок. И плюс к этому оппозиция, в общем, тоже, видимо, доведенная до отчаяния, сумела объединиться вокруг единственного кандидата, который в итоге оказался допущен к выбору. И все это, все эти три фактора вместе, и напряженные отношения Лукашенко и с Западом, и с Россией, тяжелая довольно экономическая ситуация в республике. Вот эти все факторы вместе создают очень серьезный риск для Лукашенко либо проиграть выборы, либо провести их таким образом, что его дальнейшее спокойное правление будет невозможным. То есть формально он может победить, но люди его победы не приняты. Принципиальное отличие этих белорусских выборов от всех предыдущих заключается в том, что поддержка Александра Лукашенко в данный момент находится на уровне статистической погрешности. Если в 2006 году на выборах он еще побеждал с минимальным перевесом, но побеждал, на выборах в 2010 году он уже не побеждал в первом туре, он выходил во второй, и если бы выборы были честными, то неизвестно, как бы все закончилось. Выборы 2015 года вообще никто не заметил, потому что страна находилась в глубокой депрессии, никто даже не считал, какая там у Александра Лукашенко поддержка. Так вот, сегодня он статистическая погрешность, не более того. И все-таки, как интересно, Баська вдруг стал Сашей 3% и не больше, чем статистической погрешностью. Мы продолжаем следить за выборами в Беларуси и обязательно будем держать вас в курсе. С вами был подкаст «Что нового?» Его для вас делают редактор Арнольд Хачатуров, звукорежиссер Денис Никулин и я, Надежда Юрова. Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. А еще пополняйте ряды наших соучастников. Все подробности на сайте «Новой газеты». До встречи!